Хей! Привет, ты на канале Аид Гор, и сегодня мы проходим часть игры Hellblade. В сегодняшнем одном из испытаний Один нас перенесут на болото, которое кишит всякими инфекционными палочками. Но мы никак не можем повернуть назад, потому что нам надо пройти все четыре испытания, чтобы получить божественный меч, для того, чтобы мы смогли сразиться с Хеллой, повелительницей тьмы. Диллиан! Свет! Он в доме! Оу, я бы не хотел туда прыгать, но кажется, мне придется. Это болото кишит каким-то коронавирусом. Запах гниения. Она почти чувствует его на языке. А ты чувствуешь? Нет? Не беспокойся. Его ощущают не все. Был теплый весенний день. Она отправилась к реке вместе с Диллианом и остальными. Но вода. Она чувствовала вкус гниения. Только она, больше никто. Она была уверена, что что-то было не так, что-то дурное. Она умоляла их уйти оттуда, но они только посмеялись над ней. Но вскоре начали умирать люди. Больше никто не смеялся. И они поняли, она не такая, как они. И только в конце игры мы узнаем, что мы какие-то особенные. Не такие, как все. Так, нам надо пробраться к этому дому, но тут сломан мост. Какая-то загадка. А, точно, это же телепорт. Ну-ка, в чем разница? О, я вижу. Я уже прошел через этот телепорт, поэтому нам просто надо будет его обойти. А вот и наш горе-мост. Кто-то очень хорошо его потрепал. Теперь надо найти точку, с которой можно собрать. К сожалению, я пока этого сделать не могу. Здесь явно есть какое-то другое положение. Но я не знаю, где его найти. Хм-хм-хм-хм-хм. Еще одни телепортационные врата. Смотрим, в чем разница. Есть копья? Нет копий. Все. Мне нужно там, где нет копий. Еще одни телепортационные врата. Да вы издеваетесь. Но вначале я должен прочитать руну. Северяне рассказывают о полумесяце смерти. Свет в форме полумесяца появляется в доме и скользит по его стенам. Однажды я сам видел полумесяц смерти на ферме. Первым умер пастух. Потом там умер гость. Потом шесть его помощников. А потом и сам фермер. И шесть его людей утонули в море. Фу. Но и это еще не конец. Мертвые вернулись, чтобы преследовать живых. Если ты увидишь полумесяц смерти, Бергись, в этом доме будет смерть. Вау. Какая страшная история. А в чем разница этих врат? Дверь. Опа-па. У нас появилась лестница, которая ведет... Ведет она нас еще к одной лестнице. Логично. Что же дальше? Так, что же нас ждет дальше? А дальше, как и следовало ожидать, нас ждет тупик. Я что-то здесь упускаю. Какой-то момент. А, здесь доступен фокус моста. Ради починки моста нам потребовалось сделать такое количество действий. Ты прошла испытание. Возвращайся в дом. Путь домой открыт. Надеюсь, полумесяц мы сегодня там не встретим. Диллиан, призрак мой, я иду к тебе. Кто выключил свет? Сенуа. Иди, а мне? Ко мне, видимо. Где ты? Я тут, я здесь рядом. Ты тут? Если да, выходи. О, еще три знака. Ну, полмесяца нет, уже хорошо. Найди эти символы. Диллиан, они идут за мной. Мама, не ори так. Не пугай меня. Найти три знака. Никакого полмесяца нет, мне повезло. Опять лабиринты. Снова искать эти знаки. Надо... Куда идти? Наверное, надо идти на этот огонек. Хотя... Тихо, тихо. Видимо, это и был полумесяц. Черт. Ничего страшного, попытка номер два. Слава богу, у нас есть несколько жизней. Вот этот огонек, и мы, скорее всего, должны просто от него убегать. Да, делаем это, но... Блин, подожди, а где мне найти эти знаки? Это же огромное... Был домик маленький внутри, а... Точнее, снаружи, а внутри это огромный амбар. Вот оно. Выбирайся, ты сгоришь. Куда выбирайся? Может, мне надо вообще выйти? Нет, мне точно... Так, нет, здесь тупик. Хорошо. Подожди, надо... А, надо бежать на белый свет. Точно. Вот знак. Фух. Так, первый знак Z нашел. Давай, давай, активируй его. Ууу, красотка. Беги, беги, сейчас же у тебя даже меча нет. Я думаю, что он бы мне не помог, потому что он убивает на расстоянии этот полумесяц. Кажется, он проходит спокойно через эти стены. Да, елки, он их разбивает. Просто... Хотя он должен был и сжигать, но ладно. Так, так, куда же мне бежать? Диллиан, помоги мне. Где ты, засранец? Я вижу. Я вижу белый просвет. Все, я бегу туда. И огонь бежит за мной. Нет, ты меня не догонишь. Ни за что. Диллиан, Диллиан, помоги мне поточнее. Букажи дорогу. Налево, направо, налево. Как туда побраться? Пробраться. Давай, беги, беги, красотка. Я вижу буквы. Буква Р. Еще одна. Иди к ней, сосредоточься. Еще одна. Не потеряйся. Да, не потеряйся. Все, я вижу ее. Я вижу ее, эту букву. Давай быстрее, красоточка моя. Давай же, давай, 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 давай. Давай. Эту букву я называть не буду, потому что я не знаю, как она называется. Выбирайся. Окей, надеюсь, ты мне укажешь дорогу. Ну, как я люблю говорить, все на изи. Было все на изи. Да нет, еще один тупик. Блин, я попался. Вот теперь все, мне кирдык. Я попал в микроволновку. Быстрее, давай. Надо же еще сосредоточиться. Ну, я уже, походу, сгораю. Да, нет, я успел. Я успел. Тихо. Только не открывай ему двери. Главное, он мог забор сломать, а дверь разбить не может, да? Окей, хорошо. Как всегда, мне повезло. Сработала пожарная сигнализация и костер потух. Сенуа, что случилось? А что случилось? Они обвиняют в чуме меня. Говорят, что я проклята. Что я принесла тьму в клан. Что, если они правы? Но откуда им знать? Они что, боги? Нет, мы не боги. Они просто люди. Хорошие люди. Только напуганные. А это хуже, чем боги. Они боятся того, что не могут видеть. Как дети, которые боятся темноты. Поэтому они выдумывают истории, чтобы заполнить пустоту. Но от этого истории не превращаются в правду. Что если мой отец был прав? Тебе нужно выйти из темноты. Пусть увидят, кто ты. Как я увидел. Ты не чудовище. Да, Сенуа, в отличие от других, нюх у тебя хороший. И ты почуяла гниль. Без тебя тьма сделала меня чудовищем. Это было третье испытание. Четвертое, заключительное испытание для того, чтобы мы получили меч. Будет уже в следующей серии. Я кардинально решил поменять свои видеоролики. Точнее сократить именно по этой игре. Ну и не только, наверное, по этой. Вообще и по другим будущим тоже. По настоятельной рекомендации своего администратора. Надеюсь, ролик тебе зашел. В 2020 году выходит вторая часть этой игры. Концовку я, к сожалению, еще не знаю. А может быть и к счастью. Потому что мы узнаем ее с тобой вместе. И если нам игра точно понравится, то вторую часть я уже думаю пройти на стриме. Если ты согласен, то напиши это в комментарии. Я буду рад, если ты согласишься проходить ее на стрим. Потому что в этой игре очень часто бывают моменты, когда я просто зависаю и не знаю, что мне делать дальше. Но я знаю одно. С твоей помощью мы пройдем ее быстрее. И намного интереснее. А чтобы сделать небольшую затравку и подлить масло в огонь, я тебе скажу по секрету, что... Хела, это дочь Локи. Внимание, спойлер. Блин, это уже не спойлер. Это уже было в видео. Я, если честно, был удивлен. Потому что я об этом не знал. Локи мне, конечно, нравился. Но это все по фильму Мстителя. Здесь он прям вот истинное зло. Но дочка у него прям переплюнула его. На самом деле, для затравки я решил сделать немного по-другому. Я решил немного сделать похитрее. И показать вам начало четвертой части. Король Сейвера приказал гномам выковать для него меч, который никогда не сломается и никогда не заржавеет. Сможет рубить равно как железо, так и камень. И приносить владельцу победу. Но злые гномы наделили меч проклятия. Кто-то должен умирать каждый раз, когда меч вынимают из ножен. И от него же погибнет сам король. Слушай, я расскажу тебе о мече по имени Тюрфинг. То есть, этот божественный меч будет называться Тюрфинг. Точнее, он уже называется, зовется Тюрфингом. Спасибо еще раз огромное за просмотр. Спасибо за лайки, которые ты ставишь. За комментарии отдельные. Спасибо, которые ты мне пишешь, поддерживаешь или что-то спрашиваешь. Мне всегда приятно отвечать тебе. Именно тебе. Если ты еще не подписан на наш канал, го к нам в команду. Подписывайся, с нами очень весело. И как некоторые пишут, лампово. Я очень долго думал, что означает это необычное слово, пока не спросил одного из подписчиков. Ну все, мне пора бежать, проходить следующую часть серии Hellblade. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok